Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Мы продолжаем с вами рассмотрение послания апостола Павла к Римлянам, 11 глава. Мы с вами говорили о том, что апостол Павел занимается поиском. Он не предоставляет нам уже готовых решений. Он предлагает вместе с собой пройти тот путь, который он прошел сам через течение Писания, через осмысление свидетельства многочисленных пророков, прежде всего пророка Исаии. И хотя для нас с вами, тех, кто Ветхий Завет знает, довольно приблизительно, а то и плохо, может быть, этот путь, он представляется излишне перегруженным или не всегда понятным, но в то же время он чрезвычайно важным, потому что мы понимаем, что религиозный поиск, поиск ответов на какие-то трудные, на злободневные вопросы, на вопросы, которые носят историосовский и метафизический характер. Это не только удел последующих христианских мыслителей, это и то, что мы видим в посланиях апостола Павла, поэтому этот проход вместе с ним, он на самом-то деле чрезвычайно важен, потому что позволяет нам понять образ мысли Павла. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Мы видим, опять же, что здесь апостол Павел, как и раньше, в 9-10 главе, он формулирует вопросы, то есть вопросы, которые могут быть ему заданы, которые ему задает мыслимый оппонент, и на которые он обязан заранее ответить, поскольку если этих ответов он не предоставит, если их не будет, то его текст он может повиснуть, он покажется голословным и отвечает. Нет, Бог не отверг народ свой никак, ибо я, израильтянин от семени Авраамова и с колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании о Блии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, Господи, пороков твоих убили, жертвы твои разрушили, остался я один, в моей душе ищут. Что же говорит ему божественный ответ, если бы делал семь тысяч человек, которые не преклонили колено перед Валом? Итак, прежде всего апостол Павел ссылается на собственное происхождение. Если бы Бог отверг народ свой, если бы он уже был бы ему не нужен, то тогда бы и деятельность апостола Павла, который принадлежал к этому народу, как и все другие апостолы, как и вся ранняя церковь, была бы не нужна. Но, конечно, это совершенно не так. Поэтому, как может апостол Павел отрицать самые очевидные вещи? Он не может отрицать сам себя, своего происхождения. Поэтому, конечно, он никогда бы не стал утверждать, что Бог отверг свой народ, или что он ему не нужен. Но он возвращается к теме, которую уже поднимал в предыдущих размышлениях. Он говорит о том, что внутри народа всегда Бог вел отбор, оставляя себе некий остаток. И обращается к истории пророка Ильи, который в какой-то момент посчитал, что вот в этом единическом нечестии, который царит вокруг него, только он один остался верный Богу. И в этом ему говорит, потому что, конечно, он чувствует вину своего народа перед Богом, но на самом деле, оказывается, все не так. И Бог предоставляет Илье совсем другие цифры. Он говорит ему о том, что 7 тысяч мужей не преклонили колено пред валом, то есть пред языческим Богом. И это довольно большая цифра, это довольно значимый показатель. И тем самым Бог соблюдает свой остаток. Тот, кто в какой бы ни было ситуации, как бы ни было, остается ему верой. А с тем, с кем он связывает свой замысл, кто его в конечном итоге должен будет осуществить. И поэтому, говорит, так и в нынешние времена по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать была бы уже не благодать. Если по делам, то уже не благодать. Иначе дело не есть дело. Другими словами, либо действует милость Божия, либо заслуга. Одно исключает другого. Они не существуют вместе. В своем народе Бог сохранил, Бог усмотрел тех, кто принят евангельскую весть, кто принят того Бога, который открыл себя в Иисусе Христе. И что же остальное Израиль? Сдается вопросом апостола Павла. Чего не искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им духу усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И здесь мы должны понять, что на самом-то деле апостол Павел даже в неверии, в ожесточении, в отторжении видит особое действие Божие. Нам может показаться это странным. Но это так. По одной простой причине. Апостол Павел, он везде, и во всем видит действие Божие. Без Бога ничего в этом мире не совершается и не происходит. И поэтому даже, если он говорит об том, что Израиль на каком-то этапе своей истории был отвергнут, или о том, что сам он оказался неверным Богу, это еще не нарушает замысел Божий. В чем уже он состоит? Апостол говорит о том, что да, действительно, есть некое оцепенение. И даже он говорит другой пример. «Да будет трапезой сетью, тенетами и петли возмездия, да помрачатся глазаю, чтобы не видеть и хребет их, да будет сагбен всегда». Такой пример приводит. Люди наслаждаются своим благополучием, своей кашей безопасностью. у них трапеза, у них пир, у них веселье. И пока они находятся в этом состоянии, враг может незаметно их взять в плен, не встречая при этом никакого сопротивления с их стороны. То есть, вот эта безопасность, да, это такая вот кажущаяся, вот, мнимая неуязвимость, она и обманула Израиль. Она в конечном счете стала для них приговором и продолжает как бы сам себя спрашивать при этом апостол Павел. Он себе задает вопрос и так спрашивал, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасения язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Мы с вами рассматривали цитату, видели ее, когда апостол Павел говорит о том, что Бог отторгает свой народ, как бы ставит его на дистанцию, чтобы этот народ увидел, какие дары получили те, кто на самом-то деле до этого с Богом никак не был связан и по сути к нему не стремился. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Другими словами, необходимо было, чтобы на какое-то время иудеи как бы уступили место язычникам, но это еще не означает, что еврейский народ отвернут окончательно. Напротив, апостол Павел продолжает «Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли я ревность в сродниках моих по плоти, не спасу ли некоторых из них, ибо если отвержение их примирение мира, то есть весь мир, благодаря тому, что иудеи не воспринят пробовать, апостолы пошли дальше проповедить, они пришли во весь мир, то будет принятие как не жизнь из мертвых. Итак, начаток свят, то и цело, если корень свят, то и ветли». Другими словами, апостол говорит о том, что история патриархов, которые были избраны Богом, а она свидетельствует о том, что это избрание, оно не может быть окончательно отвернуто и струнено. И здесь пример, который известен и был сфиксирован даже в некоторых правилах закона о том, что первое оно всегда посвящалось Богу. Первая пшеница, первое урожае и так далее, первенец он всегда принадлежит Богу. Это одна из аксиом, одна из постулатов вообще многих правил, которые мы встречаем в Ветхом Завете, в книге Левит. И апостол продолжает, что даже если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привелась на место их и стала общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Итак, удивительный пример приводит апостол Павел, на самом-то деле, случай, который реально на практике не представим. Никто не станет ломать, да, отламывать ветви у деревьев для того, чтобы на их место привить дичку. Наоборот, в реальности все происходит иначе. К диким деревьям прибывают какие-то вот культурные растения, культурные ветви, часть культурных деревьев для того, чтобы их облагородить. Но это как бы неестественностью апостол Павел хоть как раз подчеркнуть, что то место, которое сейчас занимают иудеи по отношению к Богу, это не их место, да, их место это место культурных ветвей. И оно занято, занято как бы дикими ветвями, оно занято язычниками. И поэтому он напоминает своим возможным язычническим получателям, то есть бывшим язычникам, языкохристианам, что скажешь, ветви отломили, чтобы мне привиться, хорошо, они отломились неверием, а ты держись верою, не гордись, но бойся. То есть, другими словами, милость Божия не может быть предметом ощущения своего превосходства. язычники не вправе это делать. И если Бог не пощадил природных ветвей, напоминает апостол Павел, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, благость тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен о дикой природе масляной и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сие природные привьются к своей маслине. И так апостол Павел с оптимизмом смотрит в будущее. Он уверен, что наступит час, когда те, кто отпали, те, кто были отломлены, они привьются к своей изначальной, к той маслине, на которой они выросли, из которой они все равно по происхождению своему связаны. И это не только какая-то такая оптимистическая оценка, это не только уверенность в будущем, но и эта тайна, которая открыта апостолу Павлу Богу. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что озосточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от сённый избавитель и отвратить нечестие от Якова». И так наступит время, придет час, когда те ветви, которые были отломлены за неверие, привьются. Это выражает апостол Павел свою верность, когда-то обязательно произойдет, но произойдет, когда какое-то предопределенное полное число язычников войдет в церковь. Тогда и для евреев будут открыты врата веры. И здесь апостол Павел называет Израилем всю церковь, то есть весь Израиль спасется, как написано. И тем самым замысел Божий он не потеряет своего значения, он не будет утрачен. Неверие будет преодолено. В отношении к благовестию они враги ради вас, в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов, ибо дары и призвания Божьи непреложны. Апостол Павел не может допустить, чтобы замысел Божий, его предопределение потерпело неудачу, чтобы оно, столкнувшись с человеческой несостоятельностью, с человеческим неверием, не было бы до конца осуществлено. Нет, просто апостол Павел как бы размышляет над этой тайной призваний язычников. Как вы некогда были непослушны Богу, но не помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы, ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. Итак, основной тезис, основная мысль, которую апостол Павел доказывает на протяжении только последних трех глав, но и на протяжении всего послания к римлянам, это та, что спасение осуществляется не благодаря заслугам, а благодаря милости Божией. Язычники помилованы исключительно благостью Божией, но и наступит час, когда евреи тоже войдут в церковь, тогда их спасение вследствие предшествующего отвержения будет тоже результатом не заслуг или достижений, а результатом исключительно милости Божией. Поэтому апостол говорит, что всех заключил в непослушании, чтобы всех помиловать. Спасение еще раз осуществляется только по милости Божией, других путей здесь нет и быть не может. И удивительно, что эти размышления тоже заканчиваются такими словами, где апостол Павел по сути своей возносит хвалу Богу, и эта хвала облекается в стихотворные формы. О бездна богатства и премудрости и видения Божьей, как непостижимы судьбы Его, как неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, кто был советником Ему, и кто дал Ему наперед, что Он должен был воздать, ибо все от Него им к Нему, Ему слава вовеки. Итак, тезис, которым заканчивает апостол Павел, он, казалось бы, на первый взгляд противоречит, да, и его, может быть, до конца трудно принять. За всем стоит Бог. Что бы ни происходило, что бы ни совершало, события должны отражать некий его замысел. И этот замысел апостол Павел и пытается разгадать вот в этих трех главах послания к Лимону, с девятой по одиннадцатую. И, как мы с вами слышали, что это его желание изначальное быть отринутым, даже проглядым, для того, чтобы его соплеменники были спасены, оно в итоге получает совершенно неожиданное разрешение. Он говорит о том, что это спасение обязательно осуществится по милости Божией. И да, может быть, он бывает отвергнут. Да, как правило, он не принят. Но проповедь язычникам в конечном итоге служит вот этой конечной цели спасения евреев, потому что милость и дары, которые обращены к язычникам, они должны возбудить ревность в соплемниках апостола Павла, и тогда они тоже обратятся и войдут в церковь. И вот это такая оптимистическая нота, на которой апостол Павел заканчивает эти размышления. Но, конечно, это еще не конец послания, потому что существовали и реальные проблемы, и проблемы прежде всего и отношения к власти в столице Римской империи, и трудности и шероховатости в отношениях внутри самой римской общины, которая состояла как из бывших язычников, так и из иудеев, иудеев-христиан. И вот эти проблемы апостол Павел тоже пытается решить, подведя по ними какой-то свой теоретический базис, свой опыт, который он уже изложил в других посланиях и проповедовал другим церквям, и считает для себя это возможным. Поэтому эти нравственные наставления они по сути являются каким-то практическим решением вот той теории, о которой мы говорили сейчас, но об этом уже в следующих главах послания к римлянам. в следующих Продолжение следует...